КОНТУРЫ CorelDRAW, как и большинство графических редакторов, позволяет создавать не только контуры произвольной формы, но и использовать заготовки стандартных каких-то объектов. Рассмотрим возможности CorelDRAW по работе со стандартными объектами на основе двух объектов. Например, на основе инструмента создания эллипса и инструмента создания прямоугольника. Для того, чтобы создать эллипс, мы воспользуемся палитрой инструментов, где, развернув соответствующую группу команд, выберем инструмент эллипс. Рядом с ним подсвечена горячая клавиша вызова данной команды создания эллипса F7. Создание объекта начинается с выбора первой точки. Из зажатой левой кнопкой мышки мы с вами выбираем форму данного объекта. После его создания, когда данный объект выделен на палитре свойств данного инструмента, мы с вами можем задать вручную параметры размеров данного объекта. Если мы зададим одинаковую ширину и высоту, наш эллипс превратится в пропорциональный объект, то есть окружность. Масштабировать геометрические размеры эллипса можно с помощью управляющих маркеров, где для пропорционального изменения размеров объекта достаточно взять один из угловых маркеров, зажать левой кнопкой мышки и придать ему соответствующую форму. Для непропорционального масштабирования можно взять любой из средних маркеров. Также эти действия лучше всего выполнять инструментом, который называется выбор. Этим же инструментом возможно перемещать объект по полю документа. Для того, чтобы повернуть на заданный угол данный объект, можно ввести с клавиатуры угол соответствующее поле панель свойств документа и нажать Enter. Также вращать объект возможный инструментом указатель. Если во время того, как объект выделен, еще один раз левой кнопкой мышки щелкнуть на объекте. Активируются управляющие элементы поворота и искажений данного объекта. Если мы с вами возьмем ручку, которая регулирует поворот, в ручном режиме возможно вращать на тот или иной угол данный объект. Если мы возьмем среднюю ручку, которая показана стрелочками, мы с вами можем задавать искажения, горизонтальные или вертикальные данного объекта. Если необходимо, в момент создания объекта сразу получить пропорциональный элемент. После того, как мы активировали команду создания, нажали левую кнопку мышки, зажимаем на клавиатуре клавишу Ctrl. В этом случае мы с вами можем создавать пропорциональный объект. Если необходимо, например, создавать из определенной точки данный объект, мы используя привязки, например, центр, указываем в качестве первой точки центр и зажимаем кнопочку Shift. С зажатой клавишей Shift создание объекта осуществляется из центра. Ну и для того, чтобы создавать пропорциональный объект из центра, мы с вами можем зажать кнопочку Shift и Ctrl. В этом случае мы создаем пропорциональный объект из центра. Манипуляции со стандартными объектами. У большинства стандартных объектов есть свои строго ограниченные возможности по редактированию тех объектов. Для того, чтобы начать редактирование стандартных объектов, необходимо выбрать инструмент форма. Горячая клавиша данного инструмента F10. Горячая клавиша инструмента выбор пробел. После того, как мы активировали инструмент форма, мы с вами видим, что у нас есть всего лишь один управляющий элемент на эллипсе. Взявшись инструментом формы за управляющий элемент на эллипсе, мы с вами можем осуществить редактирование данного элемента с помощью функции сектор. О чем говорит соответствующая кнопка, которая была активирована на панели свойств активного инструмента. Также есть возможность редактировать эллипс с помощью элемента, который называется дуга, то есть незамкнутый сектор. Эти же параметры возможно задавать с клавиатуры в панели свойств активного инструмента. Начальный и конечный угол, соответственно. Переключаться между этими режимами возможно опять-таки с помощью этих вот трех управляющих кнопок на панели свойств активного инструмента. Соответственно, мы с вами рассмотрели возможности создания эллипса, пропорциональности создания данного объекта, а также режимы его редактирования, искажений и масштабирования с помощью инструментов выбор и с помощью инструментов форма. Создадим вторую страницу. На ней давайте рассмотрим работу с еще одним стандартным объектом, который называется прямоугольник. Горячая клавиша F6. Для создания прямоугольника нам необходимо указать точку, левую крайнюю точку, ну и правую крайнюю точку. По диагонали мы с вами создадим данный объект. Значит, точно так же для того, чтобы создавать пропорциональный прямоугольник, то есть квадрат, необходимо зажать клавишу Ctrl на клавиатуре. Если нам необходимо создавать из центра данный элемент, используя привязку по центру, начинаем создание его там, после этого зажимаем клавишу Shift и создается элемент из центра. Если необходимо создавать пропорциональный элемент, мы с вами, кроме того, что зажимаем клавишу Shift, еще и зажимаем клавишу Ctrl. И создается правильный прямоугольник, то есть квадрат. Опять-таки, с помощью инструмента выбор мы с вами можем перемещать, масштабировать за угловые маркеры пропорционально и за средние маркеры непропорционально данный элемент. Если мы с вами выделенный элемент, на выделенном элементе еще один раз щелкнем левой кнопкой мышки, активируются управляющие элементы, которые позволяют вращать и искажать по горизонтали или по вертикали данный объект. Рассмотрим варианты редактирования прямоугольника. Редактирование прямоугольника также осуществляется с помощью инструмента форма. Мы с вами можем взять за любой угловой маркер и попытаться немножко переместить его. Будет создано скругление. Это один из методов редактирования данного объекта. Посмотрев на панель свойств данного инструмента, мы с вами увидим, что углы можно скруглять. В следующем режиме можно делать выемки для углов. И в третьем случае можно делать фаски. Также, если это необходимо, мы с вами можем отключить... Задавать, вернее, параметры, например, скругления отдельно для каждых углов. Или, зажав кнопочку замочка, активировать режим совместного изменения всех углов-многоугольников наших. По умолчанию, обычно этот замок находится в зажатом состоянии. Создадим третью страницу, на которой рассмотрим последний из оставшихся свойств стандартных объектов. У каждого элемента в короле есть центр вращения. Для того, чтобы увидеть, где он находится, достаточно второй раз щелкнуть по выделенному объекту. Центр вращения находится в той или иной точке, и его можно сместить и вращать объект уже относительно этого центра. Тоже касается и окружности, тоже касается и прямоугольника, и любой другого объекта, который мы создадим в данном программном продукте. Например, для вращения одного элемента относительно другого, достаточно переместить в центр другого объекта центр вращения текущего, и наш объект будет вращаться относительно центра в указанной нами точке. Благодарю за внимание. Оставайтесь с нами.